Спится нашей коллеги Юлии Дудниковой не может в свою неделю. Да, да, да. Пришла к нам. Пришла к нам в студию. Итак, представляем Юлия Дудникова, наша коллега. И в гостях у нас Александр Шикочка, участник проекта «Сто пудов». А вот что за проект, Юлия нам расскажет. Не зря она тут появилась. Доброе утро всем. Доброе утро, ребята. Доброе утро, ребята. Доброе утро, уважаемые телезрители. Совсем скоро, уже в эту пятницу, на нашем телеканале стартует новый проект. Называется он «Сто пудов». И как раз Александр, главный герой этого проекта. Проект будет направлен на то, что мы будем рассказывать вам, дорогие телезрители, как Александр будет бороться со своим лишним весом. Саша, скажи, сколько ты сейчас вешаешь? 215 килограммов. Да, вот 215 килограммов. Мы будем рассказывать вам не только как бороться с этим весом, но и как живется обычному, ну, такому человеку в нашем обычном мире. Живется обычному человеку. И как живется? Как живется? Да вообще отлично. Ну, как бы вес, конечно, мешает, но жизнь-то прекрасная. Ну, у нас есть небольшой такой презентационный ролик, который как раз расскажет нам прямо сейчас о Саше, а потом все это обсудим. Давайте посмотрим. Ограничен вообще во всем. Я в жизни ограничен. С таким весом вообще любой человек ограничен во всем. Александр Шикатько. 28 лет, 215 килограммов. Я вообще всегда был толстый с самого детства. Ну, я вообще один ребенок в семье и залюблен просто до нельзя. Конечно, меня откармливали на убой, наверное, думая, ну, как бы с хорошими намерениями, думая, что это же хорошо, когда ребенок сыт и счастлив. В 23 года вес достиг 250 килограммов. И вот тогда я, наверное, уже точно понял, что что-то вообще печаль какая-то, когда я даже до кухни дойти уже не мог в собственной квартире, там, пройти там 15 метров. На меня всю жизнь косо смотрят. Люди не привыкли к таким большим. В театр последний раз я ходил, наверное, еще в школе. Реально. Кресла театров не предназначены. Все, что связано с общественным местом, не делается и не предназначено для таких больших людей. Это 100%. Ну, ладно, я там, мне неудобно. Я же еще людям неудобства доставляю. Одежда у меня, это вообще отдельный разговор. Это либо исключительно салоны пошивочные, либо специализированные магазины для таких, как я. Я очень люблю гоночные машины. Конечно, я в нее не влажу. Что говорить-то вообще? Ну, это ладно, полбеды машины. Вот мы, получается, в Красноярске каждое воскресенье ездим на Николаевскую сопку, там гуляем. Там горная такая тропа. И, конечно, заместо того, чтобы кайфовать от того, какая там просто богатая, богатейшая сибирская природа, ну, действительно настоящая, я просто иду и... Как бы мне на горочку залезть? Как бы мне не упасть? Это же неинтересно. С женщинами то же самое. То есть, заместо того, чтобы наслаждаться там общением, сидишь, думаешь, воняешь, не воняешь, потеешь, не потеешь, там. Хочется спрыгнуть с парашютом, хочется забраться в горы, хочется там скайдайвингом заняться. Это действительно очень красиво и очень интересно. Хочется горные... с горными велосипедами поездить. Хочу детей, хочу жену, хочу семью, хочу дом. Ну вот, Александр, собственно, у нас здесь в студии. Юля будет этот проект вести и рассказывать все подробности. Ну, Александр, тогда, я так понимаю, вопрос, на что рассчитываешь? Реально рассчитываешь вот в течение проекта там сильно изменить свою жизнь, свое тело? Ну, как бы пробовал ли до этого? Ну, конечно, пробовал. Были телевизионные проекты. Еще на федеральном канале худел на 40 килограмм. Но я не худел в рамках реальной жизни. И как бы похудев на проекте, попав в реальную жизнь, я такой, ой, а нас так не учили. А нам тут не говорили. И так раз-раз-раз, а на обратно все. А тут как бы уже в реальной жизни худение самое настоящее. То есть, как бы не просто худение, а изменение образа жизни. То есть, особенность именно, что это будет в реальных жизнях, в реальных жизненных условиях происходить? Да, конечно. Поход в магазин, что, как, где брать, чем питаться, что можно, что нельзя, на что стоит обращать внимание, на что не стоит обращать внимание. Просто это, как бы, конечно, вес набрался, но и опыт тоже пришел с этим весом. Как бы уже понятно, куда, допустим, куда стоит ходить, куда вообще не надо, мимо надо проходить. К тому же, мы уже с диетологами договариваемся, договариваемся, конечно же, с фитнес-инструкторами, которые будут непосредственно вести Сашу, которые будут помогать советами. Первая серия у нас, вот, как я сказала, уже намечена на пятницу, и мы там, в этой серии, будем проверять Сашину здоровье, чтобы действительно все это было безопасно, в первую очередь для него, чтобы у нас получился не только худой, так сказать, человек, но и здоровый. Это самое главное. Санта, шпионская камера это сейчас снимает? Это уже часть видеоблога, как раз того, который я буду вести, и вот у меня есть камера специальная, на которой я буду делать подсъемы и снимать, собственно, свою жизнь, и это уже будет в эфире непосредственно. Саш, ну подожди, самостоятельно ты пробовал вне всяких шоу худеть? Вне проекта, да. Вот дома просто, вне проекта, сам наедине с собой решил, что я буду худеть? Конечно, конечно. А что, не хватает силы воли или что? Ну нет, почему, там просто, как сказать, хватило силы воли, я на 30 килограмм похудел, я 250 вообще максимальный вес был, когда я в Москву приехал, но ничего на 30 килограмм, бассейн, плюс диета. А почему остановился? Ну вот, я говорю, там поменялось, потом как раз я на проект попал, и там еще 40 килограмм ушло, но потом вот, вот потом домой, депрессия. То есть они легко и вернулись, получается? Очень легко, да, надо как бы работать здесь маленько еще. Ну а нет такого желания, коль скоро не получается так достичь той, там, цели поставленной, которая была, может быть, там, совсем похудеть, да? Как говорится, не можете ситуацию разрулить, начнете ей наслаждаться, может быть, ну, наслаждаться тем, что есть. Да я наслаждался уже ситуацией. Да наслаждался. Да, да, я хочу маленько поэту. Как бы я в зал бы ходил с удовольствием, мне не держит сердце. Ну то есть я начинаю делать какие-то нагрузки серьезные, и все, и начинается. Вот здесь очень важно, что мы с врачами будем, со специалистами работать. Ну потому что 215 килограммов мы с вами все вместе столько не вешаем. Ну да, я подозреваю. И как бы это действительно очень большая нагрузка и на сердце, и на другие органы. Поэтому все это воспринимается специалистом. Да, основной аспект будет еще на здоровье уделен. Да, да. Советы специалистов, врачей. Да, также мы хотим посредством вот Сашиной истории, может быть, подтолкнуть наших телезрителей тоже заниматься собой, кто вот сидит и думает, ну еще немного наберу, ничего страшного. Что вот, что нельзя запускать, что необходимо работать над собой, чтобы чувствовать себя здоровым человеком, чтобы чувствовать себя легко и хорошо. Ну это ладно, да. Чтобы наслаждаться жизни. Это еще полбеды. То есть с такого веса уже потом худеть очень тяжело. Не просто потому, что там не хватает силы воли, а именно уже как бы здоровье нужно контролировать. И вот очень как бы хотелось бы донести это то, что... И чтобы тоже не боялись, когда уже такой вес, не боялись худеть. Ну в этом смысле, я думаю, такая главная фишка этого проекта в том смысле, что не просто там ради развлечения люди наблюдают, да, за шоу, за проектом каким-то, а несут какую-то, подчерпывают для себя полезную информацию, может быть, правда, для кого-то это сподвигнет, кого-то похудеть, кого-то полезные советы пригодятся. Да, мы вот не хотим делать шоу именно, где будут слезы, пот, что-то еще такое. Немножко потом будем сидеть. Мы хотим сделать именно проект, который поможет Саше, в первую очередь, и поможет, возможно, нашим телезрителям привести себя в порядок и следить за своим здоровьем. Еще раз-то давай, когда, где, что увидим, чтобы было понимание, когда следить? Первая серия стартует в рамках утреннего кофе, в рамках нашей программы, она выйдет уже в эту пятницу, а в новом сезоне нашего телеканала, возможно, этот проект расширится, еще и будет выходить в более широком формате. Проект расширится. А человек сузится, да. Ну что же, спасибо вам, Александра, желаю удачи, искренне все получится, уверен. До свидания. Держитесь, давайте нас радуйте проектом. Ну а у нас далее на очереди реклама немного, не переключайтесь, скоро вернемся.